Разве вы не видели слова праведного раба Лукмана, алейхиссалам, своему сыну? Я, Бунай, ла тушрик билля, инна щирка ла зульман азим. О, сынок, не приобщай к Аллаху равных, ведь многобожие – это величайшая несправедливость. В этом аяте Всевышний Аллах говорит о том, что наши слова-свидетельства, наше единобожие, наш таухид может нарушить многобожие. Ширк. Да, многие могут подумать, это не про меня. Я, Аль-Хамду-Лиллах, сказал, ла-Иляхе ла-Ллах, я, Аль-Хамду-Лиллах, читаю намаз, я плачу закат, это не про меня, это про многобожников, которые идолом поклоняются. Этот аят не про меня, нет, он про тебя. Этот аят про тебя. И человек может сказать, нет, я не совершаю, Ширк. А разве вы не видели людей, которые носят красные шнурки на руках? А когда ты их спросишь, для чего ты одел его? Он говорит, чтобы он убрал боль у меня на руке. А разве этот человек, после того, как сказал ла-Иляхе ла-Ллах, не надеется на кого-то помимо Аллаха? Разве вы не видели людей, которые обращаются, помимо Аллаха, обращаются к кому-либо? К святым, к пророкам, достаточно совершить умру или же навестить медину. Как ты увидишь людей, которые говорят ла-Иляхе ла-Ллаху утром и вечером. Но они приходят к могиле пророка и говорят, о, Мухаммад, защити меня, дай мне детей. О, Мухаммад, я прошу рая, защити меня от огня. Вы не видели людей, которые говорят, я мусульманин, аль-Хамду ла-Ллаху утром и говорят ла-Иляхе ла-Ллаху утром. Он носит различные обереги на руках. Он носит различные амулеты для того, чтобы это его уберегло от сглаза, от недуга, от беды. А разве вы не видели тех, которые вешают в домах своих подковы для того, чтобы барака и милость в этот дом пришло? Человек идет к колдуну и предсказателю, он ему повелевает и говорит, иди зарежь черного барана, черного петуха, черного козла, неважно. Иди в таком-то месте, скажи такие-то слова и зарежь. И ты видишь, как человек, который читает намаз, называет себя мусульманином, пошел и сделал курбан не Аллаху. И подобных примеров много вокруг нас. И поэтому таухид, единобожие, первые слова, ла-Иляхе ла-Ллах, которыми человек становится мусульманином, он должен их оберегать. Оберегать посредством искренней покорности Аллаху. Совершение намаза искренне для Аллаха, выплаты заката искренне ради Аллаха и всех благих деяний искренне ради Аллаха. И ни в коем случае не допускать нарушения этого таухида путем всяких амулетов, путем различного многобожия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok